Привет! Это будет запись моей трансляции для Инстаграма на тему цифровой монохромной графики. Я решила, что, возможно, тема будет актуальна и после трансляции, поэтому решила записать для вас отдельное видео, потому что выкладывать странное вертикальное видео из Инстаграма на Ютуб, и уж тем более на наш сайт мне не хотелось. Так что, надеюсь, вы извините, что я буду смотреть не на вас, а на камеру. Небольшое вступление. Я, в принципе, очень люблю рисовать, как все уже поняли. Я иллюстратор с достаточно большим опытом. Я рисую иллюстрации на заказ 2008 года, то есть это уже 12 лет. И чаще всего, конечно, как иллюстратор я получаю запросы на цветную графику, не на черно-белую, потому что для журналов, для рекламы чаще нужно что-то цветное, веселенькое, классное, симпатичное. Но очень часто бывает, что для коммерческих проектов, для книжной графики нужна именно черно-белая иллюстрация, и именно об этом сегодня я и буду говорить. Так, я приготовила для вас кучу картинок и кучу всяких интересных историй. Ну, цветы интересны для меня, надеюсь, что и для вас тоже. Поэтому, если вам захочется найти снова эти картинки или у вас появятся какие-то вопросы, то обязательно пишите, вот там есть такая штучка вопросик на вопросы, чтобы я их не пропустила, пока буду вам все показывать и рассказывать. Позже эту трансляцию я выложу у меня только на 24 часа в Инстаграм, но и также на наш сайт Милет Воску. Все, предусловие закончено. Итак, первое, что мне хотелось бы рассказать, это в принципе, что такое монохромная графика и почему я так сильно ее люблю. Я думаю, что всем понятно, что такое монохромная, ну, значит, с использованием одного цвета. Это может быть полностью синяя картинка, полностью коричневая, полностью зеленая. Может быть, просто черно-белая. Кстати, ну, как бы не всегда черно-белая графика, она в принципе такая, да, то есть иногда для монохромной иллюстрации вы используете какой-то еще один цвет, и это уже не то. То есть, там, 90% моего портфолио, это все-таки не черно-белая графика, а монохромная иллюстрация с включением цвета. Об этом я рассказывать не буду. Я буду говорить именно про ЧБ, прям такое, тотально. И моя любовь началась, наверное, еще в детстве, когда я смотрела разные иллюстрации в книжках, во взрослых книжках, потому что, когда ты совсем маленький, то Стоевский, Стругацкий – это книжки для взрослых, а тебе 7 лет, и ты видишь, какие крутые там картинки, и не понимаешь, почему в детских книжках таких нет. Но мне почему-то они все время захватывали такие иллюстрации а-ля гравюры, где все очень контрастно, четко, и иллюстратор как будто бы ведет, как режиссер, зрителя к теме своей иллюстрации, да, или, возможно, раскрывает замысел книги читателю. В общем, это целая история, и мне кажется, я не одиноко в этом, потому что я точно знаю, что многие мои коллеги тоже любят эту советскую мощную графику книжную, которая до сих пор хранится у многих на книжных полках. И тогда, наверное, вот эта вискорка, она послужила любовью на всю жизнь. А позже я вернулась именно к своей цифровой, сначала даже не цифровой, просто черно-белой графике, когда рисовала первый клип. А это был 2006 или 2007 год. Мне было 18 лет, я уже закончила школу, первый год не поступила в ВУЗ, ну, потому что все художники поступают в какие-нибудь суперкрутые ВУЗы, в которые невозможно поступить, и они тратят годы на это. И вот я была одной из этих великомучеников. И первый год не поступив в ВУЗ, я время даром не теряла, и решила порисовать. Тогда я познакомилась с классными музыкантами из Петербурга, группой Nova Smile, и как-то мы с ними начали общаться, причем-то было еще там, когда-нибудь было, 18. А в 18 уже они предложили мне нарисовать, да, извините, у меня тут иногда гавкают собаки за окном, надеюсь, что это сильно вам не мешает. Они попросили меня сделать иллюстрации, но на тот момент это были просто картинки, потому что я тогда не знала, что это иллюстрации, для клипа, и должно было быть что-то 250, или как-то так очень много на тот момент, мне казалось, это какая-то невероятная цифра, с каким-нибудь классным сюжетом. При этом сюжета они не дали, и это был как бы кардаж. Я взяла один из своих рассказов, которые я тогда писала, он был немножко жуткий. И вот я нарисовала 250 картинок, то есть получается комикс, по мотивам этого рассказа я сидела и рисовала вручную это тушью и пером. Я сейчас когда-то вспоминаю, у меня прям, может, даже дрожь, тушью и пером, реально. Я садилась, брала перышко, брала черную тушь и выводила там все эти свои картинки. Естественно, сначала это был карандаш, а после все это я перестеклила все 250 картинок. Сначала нанесла красный цвет, потому что это не совсем унокровная графика была. Немножко я приворала. И потом уже отрисовку черной туши поверх делала. Это было, конечно, испытание, но для меня это был самый классный проект на тот момент. Такой прям захватывающий, то, что мне доверили целый клип. И когда вот он выходил на A1, тогда очень модном музыкальном канале, собралась вся семья, мы сели смотреть, как там потом его смонтировали. Это было очень захватывающе, классно. И, наверное, это еще была лишняя капля в колодец любви к монохромной графике. Да, 250. Это было очень много. Я сейчас вспомню. У меня таков графическом марафоне искривление больше картинок, и то недавного. Но да, это нормально. Для 18 лет такой марафон. И как-то я так полюбила все это ЧБ, и тушь, даже несмотря на то, что это все было даже не рапидографом нарисовано, даже не гелевой ручкой, и не линером, потому что линеров тогда в городе, где я жила, это был город Владимир, хоть и недалеко от Москвы, но все-таки провинция, было не найти никаких линеров, маркеров с тонкими наконечниками, ничего такого не было. Была тушь, были перья, пожалуйста. Вот, получился классный проект. Правда, я, к сожалению, не нашла его в сети, но если иногда обязательно было, даже потому, что мне самой отрадно смотреть на эту историю. И так постепенно я как бы с этой любовью жила, но поскольку в вузах, когда я поступила в вуз, училась, и каких-то проектов уже не было, потому что было не до этого. И только там, в курсе на втором, третьем, я начала брать проекты по иллюстрации, вообще, в принципе, поняла, что можно быть иллюстратором, и зарабатывать картинками, это так классно. Я начала что-то делать для себя, какие-то работы, сначала в ручной, в ручной графике, потом и в цифровой. И вот я плавно подошла к тому моменту, с которого я уже хочу начать рассказ. Тогда как раз был первый период моего полного переосмысления своего графического стиля, и это был год открытия Мира Эдвус Клуба 2011. И я, конечно, тогда очень сильно подсела на туши, на черно-белую графику, и была безумно влюблена графической работой Обри Бёртсле. Я до сих пор считаю, что он главный учитель не только мой, я думаю, многих современных графиков и иллюстраторов, потому что его композиции, они суперидеальны. Если вы не знаете, как правильно строить композицию, если вы хотите поучиться делать беспроигрышные иллюстрации, многофигурные, с интересными пикантными сюжетами, может, даже не пикантными, просто многофигурные, то вам обязательно нужно завестись гигантской папкой работы Обри Бёртсле и просто копировать. Можете никуда не выкладывать, просто наслаждайтесь, смотрите и перенимайте это мастерство. То есть копирование в данном случае нужно, чтобы понять, почему так круто. То есть, чтобы понять, откуда растут контрасты по форме, по размеру, по толщине линии, ну, потому что это, в принципе, черно-белая графика, других кадастров там нет. Тем не менее, это гигантский фундамент, и если вы ищете себе такого маститого преподавателя из прошлого, то Обри Бёртслей, молодой и задорный, он отлично выполнил эту роль. По крайней мере, он выполнил эту роль для меня. И первый проект монохромной графики, о котором я хотела бы рассказать, это просто моя любимая тушь. Многие боятся этого материала, а многие его недооценивают. Но на самом деле, это просто прорва возможностей. Не только в черно-белой графике, но и в цветной. Поскольку цветная тушь тоже работает потрясающе, особенно, если это какая-нибудь хорошая, классная тушь на основе, например, шелака, целье. То есть та, которая хорошо, красиво смешивается, красиво ложится на бумагу, дает прекрасные оттенки. Но мы сейчас не про цвет. Черно-белая графика настолько выигрышно смотрится в туши, поскольку у этого материала очень классный кроющий фактор. То есть вы можете как прозрачно рисовать и как акварель, так и прямо забивать черным-черным какие-то портреты, тушью, да, рисовать. Может быть, а-ля китайская графика, может быть, нет. Собственно, это несколько моих иллюстраций и даже не иллюстраций, просто портретов. В портретах, выполненных тушью, черной, по-моему, как раз-таки китайской тушью, потому что она была самая дешевая, просто на тот момент в лавке. Но потом, как оказалось, что и самая крутая. Это Дэвид Брубак, и это был проект, который я потом назвала Inspiration. Он связан, естественно, с вдохновением, но в моем случае это литературное и музыкальное вдохновение. И портреты, которые я рисовала в этом проекте, были связаны с людьми, которые вдохновляли меня в течение моей юности, моего детства. Дэвид Брубак это для меня как, наверное, лицо моей любви к Джазу вместе с Чикарей, который тоже присутствует в этом проекте. Но всех портретов я бы не успела просто вам показать. И поэтому, естественно, я рисовала с гигантской скоростью. На такой скетч у меня выходило порядка 3-5 минут, но в этом и была суть. То есть сделать что-то быстрое, четкое, меткое, сохранить вот это мгновение вдохновения и влюбленности в какого-то, даже не человека, а в какое-то явление, в музыкальный мотив или там в строку из книги любимую. Поэтому я делала их очень быстро. Я думаю, что в этом была их сила. И если вы хотите, к примеру, набить руку, то, во-первых, конечно, вы можете поучаствовать в нашем марафоне по акварели без наброска, потому что он о том же, о чем вот эти картинки. Здесь я рисовала все без эскиза. У меня была только кизель каллиграфии и черная тушь. Даже не было стакана с водой, как видите. И я буквально за 3-5 минут делала там кучу этих набросков. Естественно, не каждый получался идеальным. Были и такие, которые соу-соу, ну, как бы, до свидания. А были и те, которые меня гордуют до сих пор, на которые я смотрю и вижу, что вот в них моя душа, моя суть. И эти портреты, и эти зарисовки до сих пор минуют моему сердцу. И мне кажется, что они отражают суть материала туши и, во-вторых, отражают суть монохромной графики, о чем мы, собственно, с вами сегодня говорим. То есть, здесь, как видите, есть процент вот той самой контрастности, которая есть у Версты. Я надеюсь, что у нее есть. Но теперь я вижу, все-таки прошло уже почти 10 лет. это работает с 2011 года. Здесь, например, вот в данном портрете лицо это небольшая белая форма в обрамлении двух крупных черных пятен. Из-за этого лицо выходит на передний план и внимание зрителя притягивается именно к нему, к глазам, которые, опять же, являются черными пятнами на крупном, большом пятне белого лица. И также вся фигура целиком, вот это черное пятно волос и там, я не знаю, что вам надето, рубашки на белом фоне. То есть, это получается как-то как постоянное углубление в детали. Поэтому, работая в черно-белой графике, в первую очередь, естественно, обращайте внимание на контрасты. И это не контраст по цвету, это контраст по объемам, по размеру, по форме, по толщинам линий. Это всегда очень важно и это нужно делать осмысленно. и как бы я это говорю не потому, что я где-то это прочитала или услышала, это просто те мысли, на которые я натыкалась каждый раз, работая с черно-белой графикой. И я думаю, что черно-белая графика это лучший учитель, с которым вы потом пойдете рука об руку и в цветную графику, и возможно даже в живопись, потому что графика первична. То есть, контрасты черного и белого, вот эти полутона, они должны быть главными в вашей работе. То есть, когда вы переводите вашу цветную картинку в ЧВ, она должна оставаться классной. То есть, вы не должны терять контраст, вы не должны терять сути композиции, которую задумали. Так вот, да, это последний портрет, это тоже Дэвид Прубок. Предыдущие два портрета это был Том Уэйтс, это все музыкальное вдохновение. И, соответственно, здесь та же самая история, белое пятно на черном фоне, хотя сейчас я бы, возможно, полностью залила фон черным, чтобы больше выделить фигуру. Но на тот момент мне хотелось в этой живой линии. И, в принципе, наверное, прав Олдас Хаксли в своем предисловии «Дивный Новый мир», где он написал, что «Когда я писала этот роман, я был очень молод. Теперь, спустя годы, я вижу, насколько он динамичен и, возможно, поверхностен, но я не буду ничего менять. Каким я его написал, там, в 30-х лет, таким пускаю настальницу. Тогда я чувствовал мир именно так. И, возможно, те люди, которые читают и находят что-то для себя в этом романе, не смогут этого найти, если роман будет переписан стариком до 60-летнего, или 50-летнего, я не знаю, сколько он это писал. Мне очень нравятся эти слова, хоть они и не дословно сейчас мои процитированы, но я думаю, что действительно в старых работах стоит скорее черпать вдохновение, но не стоит постоянно их переделывать и стремиться усовершенствовать каждый старый какой-то огрех. Поэтому это так лирическое отступление. Дальше было очень много «Черно-белый город», и не только этих портретов, было много цифр. Уже с журналами я на тот момент начинала работать плотно, потому что по-моему, с 2008 года я начала получать заказы коммерческие, с 2009 года мы начали работать с журналами плотно, с основом с GPU, с GPU, а позже, с основом с Men's Health, с Women's Health, Yoga Journal, ну, короче, несколько журналов, с которыми мы постоянно общались, работали, не общались, и там, конечно, не было «Черно-белой графики», но поскольку я чувствовала так, то есть мне нравилось вести линию, вести пятно, вести контраст «Черно-белый», все, что я делала, это делала «Черно-белую картину» и прикладывала в ней цветное пятно. Тогда к тому же это было очень модно. Знаете, этот тренд акварели вот там десятых годов, когда все эти акварельные красивые пятна, переливающиеся между собой, были очень модными, и как-то вот мне это очень зашло, потому что это оттенял мою «Черно-белую графику» выгодно, и я на этом проехала, проезжала, ездила очень долго. Поэтому, конечно, «Черно-белая графика» многое мне дала, но в какой-то момент я поняла, что мне бы хотелось сделать проект, который полностью основан на монохромной черно-белой палитре, монохромной черно-белой палитре, и на тот момент это был проект для бренда одежды. Не только одежды, там была одежда, товары для интерьера и всякие такие штуки, с которыми плохо работали. Он назывался «Бландирмпайр». Правда, он уже не существует, но на тот момент идея была очень классная, меня она захватила, и я нарисовала несколько иллюстраций вот таких с оленями, с волками, то есть это что-то было такое северное, что-то, может быть, про леса, про горы, про вот этих оленей, ну и немножечко, может быть, про Рождество. И там, как видите, та же самая черно-белая графика, только уже более тонкая, более детальная. То есть здесь у меня такой мелкий цифровой штрих и вот это пятно, которое, соответственно, сделано тушью на бумаге. Это там, кстати, соль посыпана, вот эти звездочки, это соль, и отсканирована. После чего, соответственно, я полностью все это почистила, перевела в ЧБ и использовала для того, чтобы оттенить вот эту графику. Здесь вот этой истории нет с акварелью, но, в принципе, подход тот же самый, то есть это вот эта тонкая штриховка, тонкая линия, это немножко иначе, да, то есть в отличие, например, вот от этих работ из той же серии, где просто черное пятно, такие лихие контуры, здесь все-таки больше, ну, более нюансные, да, вот эти контрастности, потому что акварельные пятна и тонкие штрихи, они создают полутон. И здесь у нас уже не такой четкий контраст, как, к примеру, был в портретах тушью, и мы здесь уже видим, что можно добавить объем, хотя, кстати говоря, объем можно добавить и без полутонна, к примеру, это же в этих работах можно объем этот увидеть за счет черных теней и за счет утолщения контуры линий в моментах теней, да, то есть если там под подбородком, под мышкой, где-то, где рука уходит в тень, там контур может становиться толще, и тем самым вы делаете объемную свою вот такую двухмерную черно-белую границу. Конечно, если мы работаем со штриховкой и с полутоном, то нам добиться объема намного проще, и тут, естественно, могут поползти все вот эти минусы работы, неумение работы с контуром, неумение работы с абрисом, которые вы как бы пытаетесь компенсировать штриховкой, светотенью и так далее. То есть если вы работаете с линией, если вы ее не убираете, если она остается частью вашего изображения, то нужно к ней относиться очень трепетно и знать, куда она идет, зачем она идет и почему она такой толщины. То есть всегда все нужно анализировать, это важно, не забывайте об этом, потому что черно-белая графика, монохромная графика, она вообще не приемлет никаких погрешностей. У вас не будет шанса подниму зрителю каким-то ярким цветом или там, я не знаю, каким-то красивым сочетанием оттенков, да, то есть этого не будет, есть только черный, белый и все. И мне кажется, что в этом сила, монохромная графика. И постепенно я подхожу к следующему проекту, у которого тоже есть полутон. Этот проект мне мил, потому что он основан на моих внутренних чувствах. Так же, как вот это, эти или там, портреты вдохновения, да, они показывали какой-то момент вот этого любви к музыке, книгам, почему-то еще, то здесь было не вдохновение, а чем-то позитивным, это было полное погружение в депрессию, это был очень сложный период в моей жизни, но благодаря ему появились эти потрясающие работы, вот эти, целая серия, она называется изначально Western Wind, то есть западный ветер, и я когда на них смотрю, я все время вспоминаю Мертвеца Джиммер Джармуша, потому что его фильм имел не последнее значение для меня и до сих пор имеет как такой артефакт современного художественного высказывания, как я взвернула, короче, как классный фильм, в котором можно вдохновляться, в общем, и эти работы, они не про западную, не про западных индейцев, не про коренных жителей Америки, не про наших восточных шаманов, она про состояние души, и я старалась подчеркнуть состояние души именно черно-белой графикой, то есть именно тем, что здесь абсолютно нет цвета, такая голая монохромность и супер лаконичные композиции, то есть в основном они центрированные, что это, что там еще парочка, а в них это, кстати, перечисленная работа изначально на то, что там с трагической вины, и при этом здесь, естественно, есть вот эти детали разных народов мира, и роучи, и какие-то маски, и там какие-то ожерелья, и вот тут даже есть там всякие страшные оружия, перья опять, да, казалось бы, они должны быть вот тем самым, той самой культурной апроприацией, которой быть не должно, но я честно хочу сказать, что эти работы не о культурной апроприации, они в состоянии души, и мне кажется, что это состояние, оно как раз-таки подчеркнуто не только за счет черно-белой графики, но и за счет использования вот этих вот животных мотивов, да, в стыке с такой вот хрупкой, какой-то женственностью. Это были работы тоже личные, как личный проект, а следующий проект не совсем личный, то есть он не столько персональный, сколько выполненный для коммерческих целей, то есть здесь была серия постеров для интерьера, для футболок, ну, точнее, принтов, ну, то есть это конкретно был заказ в магазине принтов. Это 2013 год, здесь замечательный Стивен Фрай, уже один из моих любимчиков. Здесь также я могла выбирать любых персонажей, которые мне были интересны. И, кстати, когда я нарисовала, по-моему, на тот момент пять или шесть, кстати, у нас есть один из недавних постов в Инстаграме именно про эти работы, и там есть еще и Андрей Тарковский, и Насан Кассель, и многие-многие другие. И когда я закончила эту серию, мне пришел гигантский заказ на отрисовку других личностей, включая Эйнштейна, Джона Вашингтона и других знаменитостей именно в такой технике, именно в таком черно-белом стиле, но мне не очень хотелось их показывать, потому что все-таки это уже продуктовая иллюстрация, и она все-таки со всякими там атрибутами, которые мне интересны. А здесь все-таки я рассказываю не про все мои черно-белые проекты, а только про любимые. Это Джек Уайт, здесь он в таком образе с вороном, если вы помните, кто его слушает, у него был альбом, полностью оформленный, тоже в такой духе с воронами, с какими-то там черными штуками, даже не у Джека Уайта, это тогда еще был, по-моему, The Dead Weather, и у них вот все такое было мрачненькое, мне это очень нравилось, это был тот же период, когда им не очень нравилось мрачное, и черно-белая техника, она как раз подчеркивала вот эту тонкую грань между очень хорошим настроением и очень плохим, когда ты в контрасте формы, размеры, линии, толщины линии и так далее, то же самое. Здесь те же самые законы и правила, по которым я работала раньше, то есть те же самые контрасты, но здесь я, наверное, впервые начала работать белым по-черному, потому что не всегда хочется закрашивать, не всегда хочется давать штриховку, а хочется именно показать вот эту игру белого на черном, как, я думаю, любители гравюры могут понять, как это делали вот тогда, то есть, когда вы, например, печатаете виногравюру или ксилографию, вы вырезаете белые фрагменты, чтобы печатать потом черным, то есть это называется высокопечательство, когда у вас остается поверхность, на которую вы красите и прикладывая бумаги, она печатается, а то, что вы вырезали там резаком, это не печатается, соответственно, вот эта вот игра белого на черном мне всегда очень нравилась и в этом проекте я хотела показать именно вот какие-то такие мотивы, хотя и не только, то есть, например, по работе Стивда и Суинтон здесь больше белого по черному, чем наоборот, хотя, в принципе, это одна и та же серия, просто для немножко разные подходы, то есть, по сути дела, когда вы работаете в монохромной графике, у вас достаточно скудный набор инструментов, то есть, вы не можете взять там шпатель, не можете там чем-то таким похвастаться цветным, у вас все очень такое простое, у вас есть белый и черный цвет, и максимум, что вы можете из него выжить, это работать идеально с линией и работать с черным цветом. Кстати, очень круто работает с черным цветом Пьер Сулаж, хотя он абстракционист, о нем я еще пока расскажу, он делает светимость черного, цветоносность, по-моему, черного, то есть, на его абстрактных работах черный перестает быть черным, а он приобретает разную цветность в зависимости от источников света, которые расставлены рядом с работой, и, на мой взгляд, черно-белые графики это очень круто, что вы можете использовать не только цвет, а вообще не использовать, по сути, использовать фактуру, текстуру, использовать различные подходы в работе с контуром, то есть, это может быть не просто какой-то вот один контур, одной толщины или там меняющийся, это может быть какой-то текстурированный контур, так, как будто бы вы, например, взяли щетину и рисуете щетиной, да, то есть, вы уже работаете с другим восприятием зрителя, да, то есть, вы ему рассказываете историю другими подручными материалами, то есть, вы можете показать глубину кадра за счет, вот как раз-таки, текстуры работы, которую вы принесете для своей графики. При этом, это справедливо как для цифры, так и, соответственно, для ручной любой техники, начиная от простого карандаша и заканчивая даже тушью, акрилом и вообще любым другим материалом. Следующий проект опять персональный, это была моя книжка, это была книжка рассказов и это 2014 год уже, то есть, портфель был 2013, и это 2014. Я в какой-то момент собрала свои рассказы, которые я писала в какое-то время, в какой-то период времени и решила, что надо бы их выпустить просто для себя, ну и там для каких-то друзей. Я напечатала 50, сначала 50 экземпляров, потом еще немножко допечатала, потому что все разобрали. И для каждого из 20, по-моему, двух рассказов я нарисовала полосы, не просто, иллюстрацию на разворот. Короче, вот так открываете книжку и для каждого рассказа есть картинка такая, длинная. 22 большие иллюстрации и выглядели как-то такие крошечные картинки. Мне этот проект нравится не только потому, что он личный, как и все, как и большинство проектов, о которых я сегодня рассказываю, но и потому, что он содержит сюжетную составляющую. То есть, те работы, о которых я говорила раньше, они все-таки были скорее просто графикой, чем иллюстрацией. Эти же работы полностью могут называться иллюстрациями, потому, что они содержат в себе сюжет рассказов, о которых я, соответственно, говорила. А на сборе они называются «Что я помню о тебе?» Такое странное название, но для меня это же было важно. Он такой черный, черный квадрат с тиснением был, то есть, там было прям тиснение, название, никакого шрифта яркого, ничего, просто тиснение и суперодложка такой полосочкой. Все черно-белое, как я люблю и любила всегда. И каждая иллюстрация содержала в себе вот кульминацию рассказов, которому она, соответственно, делалась. И я до сих пор обожаю эти картинки, хоть они и такие старые уже для меня, но в то же время в них есть вот та самая многофигурная, сложносочиненная композиция, которую я до сих пор так люблю. То есть, когда вы с помощью аллегории, с помощью каких-то образов, нетривиальных, можете рассказать целую историю. А когда вы иллюстрируете собственные рассказы, то это делать еще проще, потому что вы же знаете, о чем вы думали, когда вы эти рассказы писали? И поэтому можете вообще там решить все, что угодно. Конечно, если иллюстрировать чужую прозу, чужие тексты, ни в коем случае это не хуже, не сложнее и так далее. Это просто по-другому. То есть, когда вы иллюстрируете чужую прозу, вы как бы ее переводите, вы показываете, как вы ее прочитали и как вы ее поняли, то есть, как вы пропустили ее через себя. А когда картинки как собственная проза, тут, конечно, в общем-то, что вижу, что поют. Наверное, вот так. И именно поэтому они для меня особенно интересны и особенно ценны как проект, как такой сложившийся черно-белый эксперимент в какой-то сеть. У меня до сих пор есть несколько экземпляров. Я периодически, когда приезжаю в Россию и просматриваю, я думаю, блин, вот как классно получилось. При том, что как только я выпустила книжку и мы ее презентовали, было много классных моих друзей и знакомых на открытии, но я ее возненавидела. Я прям ненавидела все иллюстрации. Мне казалось, они все такие ужасные, все такие плохие. Прям ужас. Но я думаю, что это свойство не только мне, а многим моим коллегам ненавидеть свои работы непонятно почему. Может быть, эта ненависть была связана именно с тем, что это мой персональный проект. Но вот спустя года, то есть это был 2014, это было прошло уже 6 лет, уже 6 лет, и я до сих пор люблю эти картинки. Мне кажется, что они по-своему аутентичные, по-своему оригинальные и мне они нравятся. Потому что сейчас, например, очень модно уходить от реализма полностью, да, в гротеск, в искажение формы. Не могу сказать, что мне это не нравится. Я это тоже обожаю. Мне тоже очень нравится вся эта история, которая сейчас так популярна и в которой есть место каждому. Но в то же время я люблю и вот эту тонкую реалистичную грайпику, подобно облиберсию, подобно многим иллюстраторам 20 века, там, включая Мёбиуса, да, включая, там, я не знаю, Шепарда, Рэгхама и прочих прекрасных иллюстраторов. Мне нравится. Я люблю вот эти тоненькие красивые линии. Мне кажется, что это так сказочно и это переносит нас в какую-то другую реальность. Поэтому, конечно, всё-таки вот такую семи-реалистичную графику я люблю и, наверное, никогда не перестала любить. Хотя она сейчас не в тренде. И вот эта последняя картиночка Малюсинка это растение в горшке. Таких картинок по-моему было что-то 13 или 15 и они заканчивали каждый рассказ, который был слишком короткий, которого не хватило, чтобы заполнить страницу версткой. А это было важно, потому что выходная иллюстрация для каждого рассказа, как я уже говорила, была на разворот. От этого я отказаться не могла, потому что я не только была автором, но и иллюстратором. Мне хотелось всего. И потихонечку перехожу к следующему проекту, к следующему очередному моему любимому проекту. Это иллюстрации, выполненные совсем иначе. И когда я их нарисовала, я их нарисовала очень быстро, буквально за сутки, наверное, около 15 иллюстраций. И когда я их нарисовала, я поняла, что я наконец-то научилась рисовать. Хотя это был уже 2015 год, и на тот момент я рисовала практически. Ну, я всегда рисовала практически всю жизнь, но я уже профессионально рисовала довольно давно. И на моем счету и художественные школы, и художественные вузы, и все эти истории, но вот именно с этой графикой, именно с этим проектом, я почувствовала, что ну, наконец-то. Ну, наконец-то я могу сказать, что я умею рисовать. До этого это все была какая-то фигня, а вот это нормально. Это опять черно-белая графика, это иллюстрации к роману Айн Рен Источник. Они черно-белые не просто потому, что мне так нравится черно-белая графика, они черно-белые потому, что роман, он черно-белый, он про архитектуру, про черно-белый мир, коммунизм и капитализм. в общем, точно так поймет, сложно объяснить словами, для меня эта книга была такой, очень важной. И, наверное, она еще попала по мне в решающий момент, когда все расставило по своим местам. Несмотря на то, что многие обвиняют в том, что ее персонажи какие-то картонные, что у них слишком стрейт-форвард характеры, таких людей не бывает. Но, когда я читала, мне так нравился рок, и мне так нравилось, что он вот такой, не вижу препятствий, иду вперед, что мне очень хотелось быть такой же. Поэтому я, конечно, полюбила этого персонажа и полюбила его картонность, потому что в жизни мне бы тоже хотелось быть такой же прямолинейной, четкой, без каких-то расплывчатых границ, сомнений, которые очень часто грызут. Ну, я думала, это же не одиноко. Этих иллюстраций у меня было много, 15, я покажу вам не все, покажу самый мой любимый. Нагреба просто главный герой, здесь два главных героя, и, в принципе, действуют те же самые законы, о которых я рассказывала раньше, но еще появился полутон. Причем это полутон, который я не просто дополняет, да, как вот на работах к моим рассказам, а здесь полутону лепит форму, лепит пространство, лепит атмосферу, и я думаю, что именно поэтому для меня это такие значительные иллюстрации, значительные работы, они как-то обозначили определенную веку в моем творческом пути, когда я поняла, что, ну, вот, если я за ней могу нарисовать 15 таких классных картинок, то я могу все и, как там, и коня на любую остановить, и в горячую избу зайти. Но только, естественно, применительно к иллюстрации и художественному искусству. Эти работы, они сконцентрированы именно на том, как я интерпретировала текст. То есть это полностью мой пересказ источника на визуальный язык. Потому что здесь не только сама по себе графика, да, черно-белый, но и формы, и вот эти вот какие-то геометрические искажения, они выбраны не случайно. Я думаю, что вы видите, да, вот эти работы, и, например, я могу открыть вот предыдущую, да. Они совершенно разные. Они разные по стилю, они разные по духу. Ну, наверное, именно по интерпретации реальности, да, по интерпретации монохромности. То есть здесь это совершенно иная форма. Именно потому, что сам роман он такой романоментальный, как я уже говорила, он про архитекторов. И там очень много рассказано про различные архитектурные формы, про природные формы, которые могут перейти к архитектурным формам. И сам характер главных героев, он тоже очень такой прям архитектурный, как, не знаю, скульптура, вырубленная из мрамора. В общем, я думаю, что если кто-то читал или хотя бы имеет представление об этой книге, то он меня поймет. То есть здесь графический стиль, который я выбрала для работы, был не случайным. Он был продиктован именно романом. И я бы сказала, что благодаря этому роману я открыла в себе новый графический стиль. И мне кажется, что это отличный способ закалять свое видение, закалять свое мастерство, постоянно делать вызовы, постоянно пытаться сделать что-то новое, не похожее на вас предыдущих. И тогда, возможно, высвешить что-то большее, чем вы думали, что вы когда-нибудь сможете. Да, тут много картинок. Я просто их все очень люблю. Это ролик с работой, это там Винанд на яхте. Короче, они, в принципе, все в одном стиле. У них где-то похожая композиция. То есть здесь композиция, как видите, она не симметричная, в отличие от большинства предыдущих работ. Здесь повествовательная, сложная композиция, которая, соответственно, ведет зрителя по пространству иллюстрации и приводит к какому-то главному акценту на каждой из картинок. И, как я уже и сказала, эти работы, они заложили основу для другого, ну, для нового графического стиля, который я до сих пор использую и с которым мы теперь отлично живем вместе. Это было 2015. В 2016 году я вот так по годам решила все разбить. В 2016 году я начала работать в черно-белой живописи. Ну, кстати, я не рассказываю про свои не иллюстративные проекты, потому что все-таки мы здесь про иллюстрацию с вами, но немножечко мне все-таки хочется рассказать об одном эксперименте, который также был для меня очень важен, который привел к определенным вехам. Получается, 2015 год когда я впервые попробовала абстрактную графику, не графику, абстрактную живопись и начала работать в этом направлении уже прям вплотную. То есть, другими словами, вот эти абстрактные полотна, они нарисованы не в цифровой графике, а акрилом на холсте. Они и вместе вот с теми работами про источник, они стали каким-то фундаментом, именно потому что они говорят на визуальном языке лучше, чем какая-то живописная графика или живописная живопись. Они помогают проложить дорожку зрителю и расставить основные моменты, на которые ему стоит обратить внимание, которые не захотелось выделить. То есть, вот в графических работах, в абстрактных работах это вот какие-то моменты или там живых переливок краски, да, или вот этот треугольничек конкретно на этой работе, он выделяется на белом пятне таким острым-острым становится, и он как бы здесь акцент. То же самое было в других моих работах, то есть их была куча, у меня выходило много выставок абстрактных именно живописи черно-белой, монокромной, и они до сих пор эти работы хранятся и в коллекциях и у меня дома. Давно я уже этим не занимаюсь, снова повторить. тем не менее, я считаю, что они были таким фундаментом. Соответственно, если говорить конкретно про черно-белую графику, то, наверное, важнее, чем вот эта компиляция всех ее составляющих, нет ничего. Что я имею в виду? Что вот эта абстрактная живопись, которую я вам только что показывала, что там работа к источнику, что мои самые первые зарисовки тушью, их все объединяет одно. То, что в черно-белой графике самое главное и ведущее, это все-таки умение правильно закомпоновать все вот эти составляющие в листах. То есть, важнее, чем композиция, в черно-белой графике нет ничего. Даже если у вас получатся классные персонажи, даже если вы найдете там какие-то супер-классные эффекты для ваших работ, это ничто не будет первостепенным по отношению к композиции. Поэтому каждый раз начиная работать вообще в любой технике, неважно в черно-белой или цветной, помните, что композиция ваш фундамент. И, естественно, монохромная графика учит этому лучше всего остального. Ну и о заключении мне хотелось бы рассказать еще об одной истории, которая ну по заявкам может это называется. Я долго думала, стоит ли рассказывать про фэшн или нет. И, в общем, подумала, что почему бы и нет. Хотя, в конце концов, это тоже часть моей жизни, часть иллюстраций, которые составляют в моем портфолио. Собственно, начать этот разговор я хотела бы вот об этих коммерческих иллюстрациях, которые, соответственно, в черно-белых коммерческих иллюстрациях, которые тоже присутствуют в моем портфолио. Это мой любимый журнал GQ, с которым мы уже очень давно работаем. И это кодекс джентльменов. Тут несколько этих работ. Вообще, я иллюстрирую эту рубрику довольно давно. И в большинстве случаев она черно-белая. Только в каком-то там 2017, кажется, или 2018 году меня попросили включать цвет к черно-белым картинкам, чтобы немножко разбавить, сделать их повеселей. Но в данном случае они просто черно-белые. Но, как видите, здесь, кроме линии пятна, присутствует также еще и фактура. И для меня это, наверное, стало такой первой точкой развития в цифровой графике вот этой ручной фактуры, которую я все время так стремилась подчеркнуть, что вот в всех работах с портретами, там, Элистик Буфрайт, Де Суинтон, Джек Уайт, что позже в иллюстрациях к источнику, там тоже есть такие как бы расплывы и фактуры, которые делают цифровые, да, цифровую графику более живой и более, может быть, ручной, как бы это странно не звучало, более аналоговый. Кроме того, еще очень интересно, что этот прием был выполнен в фотошопе, но позже, когда уже у меня появился Procreate на iPad, точнее, появился iPad Pro, появился Procreate и Apple Pencil, которым уже можно рисовать практически как карандашом на бумаге, я, соответственно, научилась рисовать следующее. Это тоже был заказ от GQ, это портреты колумнистов, то есть портреты людей, которые пишут тексты, в том числе и, к примеру, Вернад Первер, вот он, который был колумнистом от GQ. Для этой задачи я попыталась разработать какой-то новый подход, потому что я работала на новом материале и стала тестировать различные кисточки Procreate, которые были мне доступны. В данном случае это пропедограф, студийная кисть и, по-моему, гуашь, да, потому что можно было сделать контрастные картинки, потому что они вообще маленькие. Но когда, в общем-то, работаю по реле, я посмотрела, и подумала, блин, классно получилось, очень так жиленько, и как будто бы правда ручная графика. А я это люблю. Я вообще люблю, когда на цифре можно сделать что-то похожее на аналоговое, хотя, честно говоря, мне даже какие-то цифровые фактуры и текстуры зачастую нравятся больше, чем подражание вот этой вот традиционной манере рисования. Но в данном случае, по-моему, это очень уместно, выглядит прикольно. Я решила, что нужно сделать что-то еще в таком же духе. Вот нарисовала несколько портретов, но здесь уже я ушла от студийной ручки и репидографа и перешла полностью на работу вот с таким красящим материалом, красочным материалом и кистями. То есть, как будто бы я рисовала вот тушью, да, как там в самом начале. Здесь, соответственно, у меня уже появился полутон. Нету просто, да, ЧБ, а есть вот этот вот как бы оттенок серого, который заполняет пустоты, но в то же время делает работу более объемной. То есть, это не просто, да, полутон ради полутона, а это скорее прием именно для того, чтобы сделать линейную работу более объемной. И, кстати, это эти приемчики, я, честно скажу, посмотрела у Дэвида Даунтона, у него совершенно потрясающие, совершенно потрясающая манера с работы с живыми кистями, с живыми ручными материалами. Я подумала, что если в Покре такие классные ручки, почему я не могу сделать то же самое только в цифре? И, честно говоря, именно это положило, заложило основу вот тех самых фэшн-иллюстраций, которые, мне кажется, получились такой законченной, объемной серией. тогда меня пригласили на Mercedes-Benz Fashion Week, и я нарисовала больше 50 вот таких вот скетчей по кэтуокам, по каким-то бэкстейджам, и мне кажется, что они получились очень живыми и очень такими динамичными. Мне это так понравилось, я подумала, здорово, можно вот так вот спокойненько, незапарно рисовать картиночки, сидя там на диванчике, на глазах, на ногу не ради какой-то цели, а просто ради удовольствия. Именно так сложились и те работы, и вот эти вот иллюстрации, иллюстрации-портреты и фигуры для всяких показов Гуччи, Версачи и Валентина. И при этом я хотела бы сказать, что вот если вспомнить работы, которые я показывала вам в самом начале, и посмотреть на эти, то мне кажется, очевидно, что если бы я тогда не почувствовала душ, не научилась бы ей рисовать, если бы спустя несколько лет я не попробовала абстрактную живопись монохромную, то, наверное, к этим работам я бы никогда не пришла. Невозможно там рисовать круто в цифре, не умея, не чувствуя вручных традиционных материалов. И это, наверное, такое наставление, что если вы когда-нибудь хотите подражать ручным техникам графики, будь то тушь, будь то масло, то сначала попробуйте рисовать ими по-настоящему. Сначала попробуйте научиться так, как это делали великие когда-то. Пускай не так мастерски, пускай не так идеальны и круты, как у них это получилось. Ну, просто хотя бы попробуйте, каково это, да, карандашом бумаги вкладить. Потом вы уже сможете в цифре делать намного больше. И даже если вы не хотите подражать обычным материалам, это все равно придаст убедительность вашему стриху, вашему мазку и вашему пятному полутору. Ну, и в заключение, такое, подводя итог, я хотела бы напомнить, что у нас есть курс по цифровой монохромной графике, где я рассказываю о многих моментах, о которых я говорила сегодня, более подробно. То есть о том, как правильно настроить композицию, как манипулировать толщинами контуров и линий, чтобы создавать объем, как придумать и нарисовать сюжет, как его построить в черно-белой графике, как переделать эскиз из одного в другой и нарисовать один эскиз и одну работу в одной технике, а другую совершенно в другой. Там я как раз рассказываю про линейную графику и про графику с полутон, как в источнике. Ну, так реклама закончилась. Ну, что ж, была очень рада вас видеть. Если у вас появятся вопросы, обязательно пишите мне, я с радостью на них отвечу. Ну, и буду рада встретиться с вами на следующей трансляции. Пока! Это была запись трансляции для нашего аккаунта Инстаграма Редус Хоу. Если вы хотите присоединиться к трансляциям, то подписывайтесь на нас. Или, если вдруг хотите, чтобы я проводила трансляции где-то в другом месте, например, на нашем сайте или на Ютубе, то тоже напишите в комментарии или напишите нам на почту. Была рада всех вас видеть, читать, слышать, астрально, ментально, не физически. И буду рада видеть вас и на других наших лекциях. Счастливо! И хорошего дня! И успехов на творческом пути! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!